Приветствую вас, и знаете, прочитав ваше письмо, у меня сложилось такое ощущение, что вы перекладываете свои страхи, оставшиеся после предыдущих трех неудачных отношений, на вашего нынешнего молодого человека, вы не до конца понимаете, почему люди вас предавали, вы не до конца отпустили эти отношения с нами, и из-за этого, из-за того, что они до сих пор у вас в сознании, из-за того, что вы боитесь повторения этих отношений, о этой ситуации, вы боитесь предательства, так вот, из-за этого вы и разрываетесь сейчас, сейчас, то, что вы боитесь, вот, как бы, предательства, это ваша, собственно говоря, эмоция, то есть, смотрите, я вам попробую чуть объяснить, когда вас предавали, да, вам было плохо, вам было очень плохо, вы, вероятно, плакали, это был аффект, то есть, это сильное эмоциональное переживание, аффект, вы в нем находитесь, в этом аффекте, и вы пережили, переживали эту ситуацию три раза, то есть, три раза у вас был аффект, теперь вы боитесь повторения этой ситуации, то есть, вы боитесь аффекта, у вас уже эмоциональное отношение к возможной ситуации, эмоциональное отношение к возможной ситуации, то есть, по сути дела, эмоция, собственно говоря, это тот, тот вид эмоциональных переживаний, который не относится к конкретной ситуации, то есть, вы в ситуации не находитесь, а эмоции по ней избытываются, вот яркий пример можно привести, эээ, когда человек боится, что он испытает страх, вот вы знаете, например, ээ, студент, студент боится, что растеряется, при ответе на, ээ, собственно вопрос, он еще не растерялся, но он уже боится, и это есть эмоции, это есть тревожность. Тревожные ощущения связаны с тем, что вы бежите от прошлого опыта. То есть вот у вас были три неудавшиеся попытки построить нашу жизнь. И эти три неудавшиеся попытки, безусловно, что-то объединяет. У них есть какая-то системность, потому что хотя бы в них, во всех них присутствовали вы. В них есть системность, в них есть какая-то закономерность. Эта закономерность определяется вашим отношением к партнеру, вашим подходом к построению отношений. И, безусловно, результат, который вы получали, вам не нравился. В итоге мы имеем следующий момент. Первый момент. Аффективное состояние после разрыва. Причем, уже начиная с второго разрыва, вы, вероятно, сами себя подсознательно вели к разрыву. Так же, как вы сейчас ведете себя к разрыву вновь. Четвертый раз. Потому что у вас после второго произошло научение. Это называется негативное научение. Отрицаторное научение. То есть, когда несколько раз был закреплен отрицательный результат, человек, боясь этого результата, не осознанно к нему стремится. А все почему? Потому что сам результат не был в достаточной степени проработок. Не было извлечено выводов. Не было сделано, сделано каких-то, не было извлечено уроков из ситуации. Вы не получили опыта. Вы бежите от опыта. Дело в том, что если отношения складываются хорошо, то человек, естественно, в этих отношениях развивается. Он развивается, растет, он становится другим. Не всегда лучше, но другим. А если отношения прерываются, то человек также получает опыт. Только этот опыт негативный и этого опыта больше. И поскольку этот опыт негативный, часто от него примется отдалиться, ограниться. Надеясь, что в следующий раз все получится. Иногда так бывает, но иногда нет. И в вашем случае скорее нет. В общем да. Так вот, к чему я это все? Чтобы не бояться повторения предатости, чтобы не бояться потерять человека, первое, что нужно сделать, это проработать ваши отношения предыдущие. Понять, почему они провалили. Почему вас предавали. Что такого вы дали человеку, что он захотел, позволил себе вас предать. Ведь три предательства это достаточно много. Значит, вы осознанно или не осознанно выбирали себе таких партнеров, которые вас продавали. У них есть что-то общее. Что-то, что видимо вас притягивало или как-то еще связывало с ними. Но тем не менее. Возможно, критерии выбора партнера определялись с вами, исходя из детско-родительских отношений. И мы будем проработать решения и их проанализировать, посмотреть, как они у вас складывали. Где были негативные установки. Где были искаженные представления. Так, чтобы вы, увидев это, смогли бы позиционировать себя в личных отношениях наиболее правильно, адекватно и соответствующей вашей половой предназначенности. То есть, женщина это женщина. И она ведет себя как женщина. Она позволяет мужчине брать отношения в свои руки. И здесь мы подходим как бы ко второму моменту. А именно. У мужчины есть прошлое. Прошлое есть и у вас. Вы сказали, что узнали про, значит, его бывшую. Узнали, что бывшая о нас не очень хорошего мнения. Сказали, что разговаривали со своим мужчиной о бывших отношениях. А скажите, а вы ему о своих отношениях рассказывали? Он у вас спрашивал что-то. О том, как ваши отношения развиваются. Если нет, если вы ему ничего не говорили, то простите, это игра в одни ворот. Почему вы обсуждаете бывшие отношения мужчины, но не обсуждаете свои. Как-то неравноправно получается. Но это так. Это лишь заметка для того, чтобы быть честным друг другу. Открытым друг другу больше. Это полезно. Когда может быть и доверие больше будет. Будет и сильность. Но сказать я хочу другое. Понимаете, вот в чем стиль предательств? Вот почему вообще некоторые действия относительно нас мы воспринимаем как предатель? Предатель это тот человек, который либо воспринимался нами неправильно. Я поясню, что это. Неправильное восприятие человека означает, что мы видим в нем, допустим, любимого мужчину, а он на самом деле нам сегодня друг. И он ведет себя как друг. А мы воспринимаем его поступки как поступки любимого мужчины. И когда этот человек в рамках друга поступает так, как выгодно, как удобно ему, мы считаем, что он наш любимый мужчин, воспринимаем это как предательство. То есть мы отказываемся видеть то, как человек реально к нам относится. И пока его действия совпадают с нашими интересами, он для нас хороший. Но как только человек поступает так, как выгодно ему, в рамках своего положения, истинного положения, мы сразу считаем его предатным. И это неправильно. Это наше субъективное восприятие, субъективная оценка действия человека. Есть и другой момент. Предательство. Это когда человеку не дают то, что он хочет, и он, не видя другого способа, кроме как получить желаемое через предательство, предает. Это говорит о том, что мы не слушаем желания нашего любимого человека, не прислушиваемся к нему, и потому он вынудит нас предавать. И возникает логичный вопрос. Что же у вас было? Какая же у вас форма предательства имела место быть? Или имели место быть обе формы предательства? Но в любом случае, как вы видите, проблема заключается в вас. В первом случае вы не видите реального отношения человека, во втором случае не слышите его желания. И то, и то нужно исправить. Тогда предательство не повторится. Дальше. Если мужчина вас предает, то есть если, вот как вы говорите, он вам изменяет, и вы боитесь, что он будет встречаться со своей бывшей девушкой, но это значит, что он вас не оценит. Это значит, что он вас не берег, это значит, что он вас не убил. Это значит, что он вас не уважал. Это значит, что он себя не уважал, в первую очередь. Ну и задайте себе вопрос. Вам такой мышечный долин, который не уважает себя и не уважает вас? Если нет, то измера для вас выступит как показатель того, что этот человек вам не подходит, и пусть он делает то, что делает, все тайно, рано или поздно, станет ясным. Если он не изменял вам, мы об этом узнаем. И это будет означать, что мужчина вас не извинил. Это будет означать, что мужчина попросту говоря вам не подходит. И вы можете спокойно двигаться дальше и искать в себе того, кто уважает себя настолько сильно, что вас никогда не предаст, и что уважает вас, что никогда не причинить вам боль. Но измену нужно воспринимать в данном случае как показатель отношения к вам, как его индикатор. и как возможность, как сигнал к тому, что он будет двигаться дальше уже без этого мужчину. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это дать мужчине свободу и перестать ревноваться. Кто хочет, тот изменит всегда. Только вы в своей ревновке, своими подозрениями постоянно наталкиваете мужчину, напоминаете ему, а это не хорошо. Ну и последнее, что хочется сказать про ревнов, это то, что ревнов является следом неуверенности в себе. То есть вы по какой-то причине считаете себя недостаточно хорошим, недостаточно привлекательным и так далее, чтобы мужчина был только с вами. Необходимо понять, почему вы так считаете и исправить этот момент. И в конце и в заключении я хочу вам дать одну небольшую рекомендацию. Когда вы хотите ревновать и устроить мужчине скандал, проявите нежность, проявите ласку, тепло, заботу и вы удивитесь, насколько изменится ваше отношение. А после 3-4 раз вы автоматически будете так поступать и вместо ссоры у вас будет период нервности с любви. И в заключении еще хочу сказать вам, что ревнов – это всегда желание привязать к себе человека. Это всегда желание сделать его максимально своим. Вот вы и любите машину, и хотите ему счастья, и тогда ревнов будет восприниматься, тогда его магмонная измена будет восприниматься как его путь к счастью. Или все-таки вы хотите, чтобы он был славным, и тогда вам именно рядом с ним что-то нужно. Подумайте на этот вопрос, это очень важно. Ну а пока желаю вам всего доброго, удачи, если остались какие-то вопросы, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше. Пожалуйста, подруги.